Объяснительное У нас есть пригласительный на каток, который находится у Чижовка-арена, открытый каток, можно прийти спортивно провести время, какое-то определенное, ну сколько там положено, столько и проведете, покатаетесь. Да, причем не в одиночестве, для персоны, то есть возьмите кого-нибудь с собой и на коньках отлично проведете время, для того, чтобы получить вот этот пригласительный на каток в Чижовка-арене, ну рядом с ней. А вот вам нужно будет разгадать нужное слово, сегодня его нам загадывают наши друзья из Минского МЧС, наши друзья-спасатели. Слово будет связано как-то с их тематикой, так что, ну вот такая подсказочка сразу, в какую сторону ориентироваться при прослушивании, и это слово нужно будет прислать в виде смс-сообщения на 9-2-4-0, первый правильно разгадавший нужное слово. От нас сначала получит телефонный звонок, мы с вами поговорим через некоторое время в прямом эфире, и если там справитесь, то считайте, что пригласительный у вас в кармане. Итак, включаю описание. Как только догадались, что за слово нам описывают, как можно быстрее, потому что важен именно первый правильный ответ, присылайте это слово в виде смс на номер 9-2-4-0. Это французское слово в переводе с итальянского означает 40 дней. Это то, чему радуются все дети, кроме тех, кто заболел. Из-за этого многие школы зимой закрываются. А мы так называем санитарные мероприятия для предупреждения распространения заразных болезней. Когда дети болеют ветрянкой, его объявляют в детском саду. Продолжительность этого связана с инкубационным периодом. Какое французское слово радует здоровых детей в школе 40 дней? 9-2-4-0. Ждем ваши варианты ответов. И вот первым это слово распознал и прислал нам в виде смс наш слушатель Роман. Роман, доброе утро. Доброе утро. Роман, скажите, вы сейчас в пути где-то? В автобусе. В автобусе? Да. Ага. Ну хорошо, не будем вас тогда надолго задерживать. За проезд-то оплатили? Да, не за. Правильно. Сейчас послушаем еще раз объяснение, ну а потом расскажите, что это было за слово, включая объяснение. Это французское слово в переводе с итальянского означает 40 дней. Это то, чему радуются все дети, кроме тех, кто заболел. Из-за этого многие школы зимой закрываются. А мы так называем санитарные мероприятия для предупреждения распространения заразных болезней. Когда дети болеют ветрянкой, его объявляют в детском саду. Продолжительность этого связана с инкубационным периодом. Роман, что это за слово? Карантин. Карантин, верно. Мы, поскольку карантин у многих все-таки со школы ассоциации какие-то вызывает, ну в школе когда карантин, там и так далее, там недели, две недели. То школьный вопрос музыкальный придумали дополнительный. И вопрос звучит так. Какая пара музыкантов познакомилась именно благодаря школе? В школьные годы, в свои школьные годы познакомились музыканты? Мы сейчас перечислим эти пары, а вам нужно будет выбрать ту, которая действительно в школе познакомилась. Это Ангус Янг и Бон Скотт из ACDC. Это Рэймон Зарк и Джим Моррисон из The Doors. Или это Фли и Энтони Кидис из Red Hot Chili Peppers. Не знаете так сразу? Ну, я подозреваю второй вариант. Рэймон Зарк и Джим Моррисон, да? Мы берем именно школу, как школа понятия, когда дети до 16 лет ходят в это заведение. То есть не позже, там уже старшие какие-то эти колледжи и так далее. А именно школа. И, знаете, эта парочка познакомилась благодаря драке. Так вот, кто из этих артистов, ну, такие дрочуны были прямо? Ну, тогда я подозреваю первый вариант. Вот, по поводу ACDC сейчас немного информации расскажу. А Бон Скотт в 15-летнем возрасте, как бы, уже перестал получать образование. Такой вот у него был характер. Пошел работать, вот. А ACDC он познакомился где-то уже в 74-м году. Если знаете, когда родил сам, можно предположить, посчитать, сколько с 45-го по 74-й. Хватит предположений, давайте еще раз. Да, значит, третий вариант. Верно, действительно. В драке Фли и Энтони Кидис из Red Hot Chili Peppers. Роман, поздравляем. Ваша проницательность сегодня нас порадовала. Оставайтесь на линии и расскажем, как забрать пригласительный накат.